Дорогие коллеги, тема об одной архаическом флаге. Мифологиями Града объявлена, мое внимание привлекла одна лексема, о которой я и буду говорить. Во всех славянских языках среди названий Града преобладают слова с корнем Град. Они есть во всех, без исключения славянских языках, даже если речь идет об архаизмах. Также распространены названия с корнем Лед в серо-хорватском, в диалектном, в словацком, в русском, в чешском и все. Другие названия Града мотивированы величиной падающих ледяных кусочков, которые обозначают, грубо говоря, разные виды Града. Чаще всего крупные градины называются, собственно, Градом, более мелкие – крупой, а еще более мелкие – хмелем или солью. И только на территории Словакии, в словацких диалектах и в русинских диалектах восточной Словакии в значении Град фигурирует лексема с корнем камен. Вошедшая в литературный язык словацкая каменец и множество диалектных написаний. В принципе, это все тот же каменец и в украинских говорах восточной Словакии, в том числе во всех селах, которые мы посетили с экспедициями, вот в сел 10, нам говорили, что наше слово каменец, хотя знают и Град. В других славянских языках это слово не было обнаружено. Этимология его, конечно, прозрачна. Это корень камень и с суффиксом ельце-ель. Мотивирующими к нему могли бы быть и словацкая каменчек, камьянок, но здесь не подходит суффикс, и, скорее всего, более близкие формальные украинские и русинские каменец, камьянец. Однако, как выясняется, существуют и более глубокие мифологические, я бы сказала, архетипические основания для этой семантической инновации. Как камень, так и метеорологическая магия вообще чрезвычайно нагружены символически и мифологически. Тема камня в последние годы активно разрабатывалась на международных конференциях, проводившихся на базе Института мировой культуры МГУ с участием Института славяноведения. Это вода и камень, живой камень и другие изданные сборники по этой теме. В славянских традициях камень нередко выступает в обрядах и поверьях, связанных с погодой и воздействием на нее. Прежде всего, в славянских, как и в других европейских традициях, камень мифологически связан с громом и молнией. Это каменные стрелы, как оружие бога-громовника Перуна, поверье о перуновом камне, о скале, перуновой стреле и подобное. На слайде примеры из белорусского, украинского, польского, словацкого, марафского и болгарских диалектов. В связи с громом камень в качестве оберега используется и в обрядовых действиях славян с разной мотивировкой. Чтобы не бояться грома, чтобы не болела голова, чтобы не болела спина, чтобы вообще не болеть от лихорадки. А для этого нужно, услышав первый раз гром, взять камень, постучать себя по голове слегка или перебросить камень, или три камня через голову и произнести ритуальный текст. Такие действия многочисленны в Полесе, а также в Словакии практически по всей территории, известны в Польше, Чехии, Моравии, а также в Болгарии. Произносимые при этом ритуальные слова достаточно однородны. Это в западноукраинских зализанных голова небеса и гримоту, или усеченные камень-голова, камень-голова. При этом пожилые люди еще добавляли, пусть у меня тогда голова заболит, когда я буду ребенка рожать. Для профилактики головной боли, значит, произносилось. У русин восточной Словакии тоже такая уступительная формула. Бодайня тогда заболела, як каменец горить. И радостно добавляли наши информаторы, а каменец никогда не сгорит. В Словакии достаточно однородны по всей территории приговоры. Моя глава из камня не боится грома. То есть моя глава из камня не боится грома. И вот здесь на слайде несколько достаточно редких приговоров. Вот среднесловацкая, герми, дидни. Я так думаю, что здесь ошибка в источнике. Здесь нужно дунди. В Ковалевой студне не боимся грома, моя глава из камня. И последнее. Нужно потрясти забор при весеннем громе. Моя сердце с камня, не боится грома. У чехов это действие объясняется тем, что во время первой весенней бури любой камень приобретает силу громового камня и становится лечебным. Вообще, достаточно часто в подобных поверьях и ритуальной речи камень взаимозаменяется с железом и с деревом. Но это уже отдельная тема, достаточно большая. Я ее обойду пока стороной. Камень, в том числе перебрасывание камня через голову выполняет функции защиты. Как я сказала, от грома, молнии, града бросает камни туда, откуда гремит весной. Относит его на поле для защиты, поле урожая от града и бури. У словаков камень вносит перед Рождеством в дом во время обряда оцелевания. И хотя исходная нынешняя современная мотивировка ради большого тяжелого урожая, весь обряд указывает на то, что он исполнялся для защиты от небесного огня, собственно, от пожара, от молнии, от самой молнии. Очевидно, так же, как с той же семантикой, вот как в Полесе. Як стрела у хати, то вроде другая стрела у домной ППД. Один из болгарских сюжетов с мотивом каменной головы вплетен в миф о великанах. Вот два свидетельства на слайде. Вы видите, как великаны во время грозы тоже били себя по голове камнем и говорили каменными главица. Внимание, которое было уделено мною в символике и метафорике камня в связи с громом и молнией, объясняется тем, что в славянской традиционной культуре мы находим нередко объединение и пересечение оберегов от грома и града. Вот, например, в Полесском. Раскусывают градину, чтобы не бояться грома. А в польских материалах XVII века говорится, что камень перво-новый выпадает из туч вместе с громом. Очевидно, здесь тоже может речь идти и о граде. Архаическим традициям вообще свойствен синкретизм, нечеткость понятийных границ, миграции терминов и обозначающих смежные и аналогичные понятия или обмен признаками. Если в Полесе камень в основном является символом грома и лишь опосредованно града, то в украинских Карпатах камень явственно предстает как мифологема града. Ну, например, на Гуцульщине верили, что дождь и град приходят из Черногоры. Там есть озеро, и если кто-нибудь бросит в него камень, то сразу будет ливень с градом. Или вот другие варианты. Когда бросают камень в озеро, озеро замерзает, по ним скачет конь, ломая лёд и делая град. Или вот интересно, живёт в озере такой персонаж, планета, понетник, который является предводителем грозовых туч. И если овчары бросали помеченный камень, то на следующий день его находили уже на берегу выброшенную. Достаточно далёкие аналогии, но с близкими мифологическими содержаниями можно видеть в полезском профилактическом действии от града. «Бросать в девушку, которая идёт к венцу беременной, камни». Опять возвращаемся к той же теме, поднятой в докладе Ирины Александровны Седоковой. Аналогичное поверье о покрытке, то есть девушке, родившей вне брака, записано Надеждой Вархал. Это в самом конце слайда. Мотивация этого действия основывается на вере в то, что грех незамужней девушки или нечестность невесты навлекают стихийные бедствия на всё село. И это чаще такие метеорологические явления, как гордобитие, засуха, проверные дожди. В книге Александра Викторовича Гуры о славянской свадьбе приведено много примеров. Например, что во время града невенчанных супругов огоняли из дома. Это болгарское. Родобские болгары видели причину града во внебрачной связи супругов. Невеста, скрывшая свой грех, то есть нецеломудренность, накликала на семью и всё село, городовой, засухой неурожай. И так далее. Бросание в этой обрядовой ситуации камней в нечестную невесту можно считать реализацией такой ментальной и мифологической связи град-камень, когда реальный, когда мифологическое, или реальный камень должен был заменить град и воспрепятствовать ущербу для всего села, то есть он падал непосредственно на виновницу. В другой карпатской традиции, румынской, находим лексико-семантическую связь камня с градом. В таком случае облакопрогонник, гриндинар, буквально градовник даже, называется также пьетрар, каменщик, или керамидар, кирпичник. Концептуальная и семантическая связь камень-град, характерная преимущественно для карпатского ареала, отмеченная в южно-немецких диалектах. Так, штайн, камень, кирпич, косточка имеет производные штайнерн и тия-гради. И вот в других словарях за эти материалы я хочу поблагодарить Михаила Кондратенко, доцента Ярославского педагогического университета. Ну и также в английском слово «Hailstone» как градина. Параллелизм славянского и германского кажется мне не случайным, потому что до прихода славян в Карпатском регионе проживали германские племена. Примерно позволила себе привести эту карту из интернета. На территории примерно нынешней Словакии и Моравии в V-VI веке находились королевства Геролов и Лангобардов, а в Патисии — Гипидов. Позже покинувших эти территории в результате воин-миграции. А после их ухода сюда пришли славяне. Конечно, пока рано делать заключение в источнике распространения этой метафоры Града, но можно предположить, что речь идет об реальном элементе верования, явно привязанном к Карпато-Балканской территории и, возможно, появившемся под влиянием некой третьей неиндоверопейской традиции. Можно думать и о влиянии аваров. В аварский Каганат известно, что со второй половины VI века воевал с Лангобардами в союзе со славянами, а потом они подчинили себе местное славянское и германское романизированное население. А после разгрома, уже завершенного болгарским ханом Крумом, ассимилировались с болгарами. И остатки авар слились с завоевавшими панонию венграми. Мотив Каменного Града представлен также в некоторых мифологических сюжетах мира. Сначала я думала, что в таких культурах и фольклоре далеких от славяно-германцев, какие представлены в каталоге, эти сюжеты надо рассматривать лишь в плане типологии и возможности мифологической мысли человека вообще. Однако в связи с аварской темой наличие его у бурят казахов и у ряда кавказских народов вписывается в контекст древних миграций на Запад. Безусловно, вопрос этот надо еще изучать и изучать. Мотив этот могли принести на Карпаты и Гунны, создавшие в середине V века огромное объединение от Волги и Кавказа до Панонии. Кратко перечислю сюжеты. Которые были найдены в каталоге Юрия Евгеньевича Березкина. Это сюжет «Змею гадывает материал», где красавица Тебекнугона Бахана ссылает на 58-ми головое чудовище «Каменный град». В сюжете «Подгоревший фазан» бурятский герой путешествует к Сену Солнца и встречает старика, который пытается вдуть обратно каменный град и ливень, пропускаемые через небесные двери. Следующий сюжет «Рогатый змей» в мифах внутренней Монголии дракону, отвечающими за облака и дождь, вскормили камни и пошел град. А когда вскормили железную цепь, дракон стал посылать уже дождь. Это опять иллюстрация к мотиву взаимозаменяемости камня и железа. В сюжете «Побратимы и камни» «Побратимы и карлик» у казахов рассказывают о птице Самрук, с прилетом которой идет каменный град. И сюжет «Вмерзнуть в лед» имеет черты, напоминающие и болгарские легенды о великанах, бьющих себя по голове камнями, и Карпото-украинские поверья о замерзающем отброшенного в него камня. Озере, из которого нечистые души добывают град. У карачаевцев и балкарцев эмеген, такой великан, не дающий нартам добыть огонь с неба, легко отбивает головой камни. Потом он входит в озеро, где герой со с рук его замораживает. И у абхазов в аналогичном сюжете о добывании героем огня великан разбивает головой камни, дает себе вмерзнуть в лед и так далее. И учитывая славянский, а также неславянские мифологические обрядовые связи грома, града и камня, даже не принимая во внимание азиатские и кавказские параллели с каменным градом, можно говорить о глубоких и архаических культурных корнях русинско-словацкой лексической инновации для названия града на синхронном уровне и безусловно мотивированы подобием града и камушков. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова